Ну шо, хлопцы, думает буржуазинец? Гражданин Махно, могу я спросить, имеете ли вы хоть малейшее представление о законах такой науки, как экономика? Да, и еще вопрос, вы расстреляли несколько человек, запугиваете? Убили Моисея Наумович предателей, вас никто трогать не собирается. Рассказывайте про экономику, я люблю учиться. Добавлю я 70% рабочим, хорошо. И это скажется на себестоимости продукции. Снизится сбыт. Я вынужден буду уволить торговых агентов в уездах. Вынужден. Сбыт скорочу. И что, где мой выигрыш будет? Меня обойдут конкуренты. И если я не разорюсь, я вынужден, я вынужден снизить производство. Я уволю рабочих, вас всех. И где же выгода профсоюза? Это коротко, упрощенно. Бикицер, где взять деньги? Где взять деньги? Ну что ж, я трошки подскажу. У вас в доме пять человек обслуги. Оставьте одного, двух. Вам что же? Борщ не изготовят. Или рыбу не сваршируют. Свободно, так, хлопцы? Вы по заграницам отдыхаете, тратитесь несчетно. А чем у нас хуже? Плавник ром, рыба. Хочешь самов ловить, хочешь лещей. Природа ранняя, так, хлопцы? Мебель вы из Италии заказываете. А и у нас есть столяра такие, что вам скрипку изогнут. А не то, что вам какие-то завитки на буфете. И гораздо дешевле вам мебель станет. И не хуже итальянская будет. В конюшне у вас шесть лошадей, а и пары хватит. Вот вам и деньги на рабочих. Это я вам тоже коротко, упрощенно. И к чему это все идет? В конечном счете. В конечном счете, рабочие будут хозяевами. Да! При техническом руководстве. Вашим, к примеру. Конкуренции не будет. Прямой товарообмен. Селяне рабочим мясо, молока, хлеба, рыбы. Рабочие им машины, инструменты. Сколько кому нужно по силе надобности? Без денег? Без денег. Конечно. А денег, ауч и злоба. Это я тоже коротко. В рассуждении, братцы, про такую науку, как анархизм. Мы согласны. Семьдесят процентов и десятичасовый рабочий день. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОЕ ВИДЕОСЮСКОЕ ГОЛОССКОЕ 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 ГОЛО